Приветствую вас! Надо сказать, что психологи не дают советов. То есть, если вы обратились за советом, то, к сожалению, психолог это не тот человек, который может вам дать то, что вы хотите. То есть, именно совет, именно советы психологи не дают. Для этого есть друзья, для этого есть коллеги, для этого есть родственники, для этого есть разные люди, которые могут с лихвой дать вам кучу разных советов. Психолог анализирует полученную информацию и, значит, анализируя эту информацию, дает рекомендации, которые вы уже можете использовать на свое смотрение. То, что я вижу, это то, что вы не нужны себе. То есть, нужно понимать, что подобное состояние, когда вы не чувствуете себя нужной и востребованной в несеменном работе, свидетельствует лишь о том, что вы ориентируетесь на других людей, обесценивая и принижая себя. И это, в свою очередь, говорит о том, что вы склонны ориентироваться не на свои ценности, не на свои взгляды, не на свои идеалы, а на, ну, скажем так, идеалы и ценности других людей, что играют с вами достаточно злую шутку, потому что ценности людей – это не ваши ценности, а ориентируясь на других, вы растворяетесь в этих людях и растворяет в них, вы перестаете представлять для них какой-то интерес, ну, потому что люди видят в вас себя. Исходя из этого, исходя из этого, я бы обратил внимание на то, как складывалась ваша система ценностей в жизни вообще, в детстве в частности. То есть, как складывалась ваша система ценностей, как складывались ваши ориентиры, насколько вы уверенный в себе человек, насколько четко вы знаете, куда идете, к чему стремитесь и так далее. И самое главное, каковы ваши жизненные цели, каков ваш личностный смысл. Мне кажется, мне кажется, что своей семье и на работе вы не нужны потому, что слишком сильно нуждаетесь в них. Вот, например, для чего вам семья? Какие ожидания у вас, например, от семьи? А какие у вас, например, ожидания от работы, допустим? А какие ожидания у вас от самой себя? Вот на это я рекомендую вам обратить свое самое пристальное внимание. Потому что именно от этого и зависит то, что вы не чувствуете себя востребованным и нужным. Ведь в первую очередь для того, чтобы человеку чувствовать себя востребованным и нужным, ему нужно чувствовать себя таковым, значит, по отношению к самому себе. Если по отношению к самому себе такого не происходит, да, то есть если человек не чувствует себя самому себе нужным и важным, вот, то можно говорить о том, что и другим он тоже будет не нужен. Жестоко ли это? А, да, конечно, это жестоко. А, ну, неприятно ли это? Да, конечно, это неприятно. Но это так. И вам сейчас нужно пересмотреть свое отношение к самому себе в первую очередь. Обычно, обычно, те вопросы, которые следует задать себе, ну, вот, именно в этом контексте, те вопросы, которые следуют себе задать. Звучат так. Чего я хочу? Как часто я делаю то, что я хочу, хочу? И хвалю ли я себя? Как часто я себя хвалю? И если хвалю себя я, то за что я себя хвалю? Понимаете? То есть, что, по моему мнению, что, по моему мнению, заслуживает похвалы. Вот это принципиально важный момент. Потому что, по сути, мы говорим, мы говорим сейчас о вашем ориентире жизненном. То есть, вы ориентируетесь, значит, на эти вещи, вы ориентируетесь на эти моменты. И именно они, значит, создают основание для вашей текущей реальности. Который у вас есть. Вот. Хотел бы обратить внимание на ваш вопрос. То есть, значит, вы говорите, чувство униженности и полной деградации. Вот еще вы пишите, что у вас есть чувство униженности и полной деградации. Униженность – это отсутствие личной границы. То есть, отсутствие фильтра восприятия и принятия поведения и отношения людей к вам. Для ответственной личной границы тоже нужно восстанавливать. Ну и личная ответственность. То есть, вы считаете, что унизили вас, на самом деле, вы и позволили унизить себя. Для чего? Почему? Ради какой-то цели. В лапках своего жизненного решения, которое вы приняли. Далее. Полная деградация. Соответственно, это также личная ответственность. То есть, вы зачем-то, для чего-то выбрали для себя полную деградацию. Вот. С какой целью? По сути, вы сейчас играете в игру «Неудачник». Вы играете в игру «Неудачник». То есть, ну, что плохо. И, по сути дела, вам это чем-то выгодно. Поэтому, обратите внимание. Обратите внимание на то, чем вам выгодно ваше состояние. Вот. Выгодно тем, что вы ни за что не несете ответственность. Личная ответственность у вас полностью отсутствует. За себя. И личная ответственность за свое счастье, например. За свои решения. За свои поступки. Вот. Поведение. И так далее. Вот. Я сейчас открыл ваш вопрос. Ну, вот, открыл ваш профиль, где вы задаете вопросы, что у вас плетут сплетни. Вы задаете вопрос, как ни с кем не дружить на работе и при этом быть в хороших отношениях со всеми. То есть, такое ощущение, что вы боитесь близости с людьми. Вы пишите, какие методы можете позаветовать от вампиризма на работе и в социуме? Вампиризм – это игры людей. То есть, соответственно, аспект здесь такой, чтобы не, значит, не играть в игры. То есть, чувствуете, что человек не настроен на конструктивный диалог, тут же выходите, выходите из этого диалога. Как? Через честность, через откровенность, через, опять же, опять-таки, личные границы. Вот. Ага. Вот. Далее вы говорите, что у вас слабая энергетика и здоровье. Что здоровье свое, опять же, нужно укреплять. Да? Вот. А вы пишите, как вести себя на работе, если обо мне предусплечье, вести себя максимально откровенно и честно. Да? Ну вот. Вы пишите влюбивость своего начальника, но не знаю, есть ли у него кто-то. Это проблема у вас в семье и, соответственно, невротическое чувство. Потому что в начальнике вы видите все то лучшее, а чего нет, по вашему мнению, у вас. Вот. То есть, в целом, в целом, я рекомендовал бы вам обратить внимание на себя и на, знаете, на воспроизведение своего личного пространства. У вас такое ощущение, что личного пространства у вас вообще нет. в целом. Подумайте, почему люди плетут сплетни. Подумайте, почему вы не хотите дружить ни с кем на работе. Подумайте, нет ли между этими двумя вещами взаимосвязи. На этом все время, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И, напоследок, хотелось бы отметить следующее. Вы воспринимаете данный сайт и специалистов на нем, как неких таких советчиков. То есть, вы вырываете из поля своих проблем определенные, ну, стебли проблем. И пытаетесь с ними что-то сделать. Чтобы как само поле ваше, на котором эти проблемы растут, уже является не совсем чистым, ну, я бы сказал, ограниченным. Поэтому, смотрите в корень, в корень своих трудностей. Корень кроется в вашем отношении к себе и в установке, что я не в порядке, то со мной все плохо и с другими людьми тоже все плохо. Ну, я полагаю, что труд тоже плохой. Вот именно эти установки, что я плохая, другие плохие и труд плохой, нужно вам корректировать. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!